Всем привет, дорогие зрители моего канала, и вы на канале Юмака. И сегодня я озвучиваю сериал «Итальянский друг». А ты перед началом данного видеоролика подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. Скоро там будут объявлять на посадку. Через полчаса. Я тут скоро помру. Зачем нужно было за 4 часа до вылета выходить? Ты тут не одна такая. А нас еще будут лишать телефонов. Как и девственности. Ой, я это сказала вслух. Будем знакомы. Диана. Взаимно. Соня. Девочки, мы опаздываем на рейс. Бежим скорее, а то не успеем на самолет. Зачем кричать-то так на ухо? Девочки, ложная тревога. Посадка только через 20 минут. Это была последняя капля. Кто со мной вместе утопляться? Неловкая ситуация. Спустя 20 минут. Рейс 57252. Компания Аэрофлот задерживается в связи с погодными условиями. Авиакомпания приносит свои извинения. И, о да, мы все-таки сели на этот гребаный самолет. Спустя 3 часа. Сдаем ваши телефончики, девочки. Прости, дорогой мой. Меня заставили. Позаботьтесь о нем. Следующий. А у меня вообще телефона нету. Хе-хе-хе. Тупой. Жопа. Мотыга. Хм. Что? Вскоре мы сели на автобус и подъехали к нашему университету. Позже мы пообедали и пошли на учебу. А че ты не поняла? Тут только одни итальянцы, что ли? Ни одного русского? Хм. А этот, видимо, стар против сил зла пересмотрел. Хей, Марко Диас! Где звездочку потерял? Макароники хреновы. Нас распределили по группам. Группа зависела, насколько ты хорошо понимаешь английский. Ну, и же понятно. Там была морковь. Марко. Они типа музон включили. Типа, окей, да? Вырубите свою шоу-руманку, в конце концов! Мы не понимаем русский. Я не знаю, как читать по-английскому. Земля вам асфальтом! Энглиш не разумею. Я украинка. Спустя 15 минут. Итак, задайте вопрос друг другу по новому правилу. Правда, что Сталин до сих пор жив? Гитлер капот. После уроков. Как прошел ваш первый день в университете? Хорошо. Также завтра мы поедем в поход. Переночуем там одну ночь и на следующий день пойдем на экскурсию по Лондон-е. Можете идти отдыхать. С каждым днем я с Марка все больше и больше начинали ненавидеть друг друга. Не знаю, что ты такое и откуда, но ты меня уже так... Бесишь. Взаимно солнце. Козел. Ой, вы так хорошо сзади смотритесь. Да ну. Всей душой надеюсь, что это Рофл. Привет. Что ты там сказала про... Хорошо смотритесь. Когда на свадьбу пригласишь? Хорошо. Хорошо. Мора. Пока. Фраган. Пока. Хорошо. Продолжение следует... 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 Вечером Могли бы одеться во что-то и поярче, а то будто на похороны идем Ну да, с клещами же Все-таки же похороны не залезут И все, и ты умрешь А у меня просто такой стиль Да Гот Кстати, Кристина приболела, поэтому я ее отправила в университет Также нам выделили отдельное помещение для танцев Мы доедем на автобусе до этого помещения Господи, хоть бы не они Да ну вас в баню, я так не играю Я не собираюсь с этими, да, танцевать Добро пожаловать в школу танцев, и я ваш учитель на сегодня Выстроитесь в линейку, сейчас я буду вас разбивать по парам Блондинка будет танцевать с блондином в очках Он типа на английском говорит Девушка с голубыми волосами будет танцевать с ее соседом Я извиняюсь, но можно они будут танцевать вместе? Прекрасно, теперь я заболею спидом Это все типа на английском Боже, прошу вас, ну хотя бы возьмитесь за руки Они просто безнадежны Ну камон, мне же за это деньги платят Замрите Вы шикарно смотритесь Итак, работаем Включите подходящую музыку Ты че задумал? Не воспринимай все всерьез, окей? Что значит всерьез? Слушай, мне че-то не очень нравится твоя затея И в конце концов, отпусти меня Неужели ты мне не доверяешь? Как скажешь Ты охренел? Не в этом смысле, дебил Остерегайся своих желаний, пельменница Ладно, Бука, лапу давай Сама поднимусь Я не нуждаюсь в твоей помощи Доверься мне Я тебе зла не желаю Больно делаешь, зараза Хватит так сильно сжимать мне талию Уверен, что без детей остаться хочешь? Не понял тебя Ой, прости Я случайно Не хотела Скажи спасибо, что чуть выше не ударила Ты хочешь сделать мне вызов? Все готово, макароник Через полтора часа Это все на английском Что ж, все хорошо сработали Все большие молодцы Это чмо Все ноги мне протоптал Я вообще своих пальцев не чувствую Так что помолчи Выход прямо и направо Быстрее валите Отсюда мне уже хочется от вас избавиться Как прошли ваши занятия? Все чудесно Все чудесно прошло Все настолько чудесно, что даже ног не чувствую Боже, Диана Тебе больно? Нет, блин Щекотно Да, конечно мне больно Что за тупой вопрос? Может тебе гипс наложить И отвезти в медпункт? Ага Еще посадить в клетку И надеть намордник А то мало ли что еще случится Я думаю тебе следует отдохнуть Скоро приедет наш автобус Можешь там поспать Ночью Предположим, что это ночь Макароник? Что ты тут делаешь? Только не кричи Ну и что ты тут забыл? Я ходил сходить в туалет Но потом заблудился Ты за меня придуркой не держи Зачем ты скрываешь Свои способности к русскому языку? Не хочу об этом говорить Личное Совсем все плохо? Почему тебя это так интересует? Неужели ты настолько любопытна? Я просто хочу знать Откуда это все Ненавижу, когда люди что-то скрывают Я не могу доверить тебе эту информацию Поглотил по голове Ладно, не дуйся, Бука Еще раз Как ты меня назвал? Как слышала, так и назвал Ой, ля Обожаю, когда русские обижаются Я не обижена Эй, руки убрал? Не наглей! Зачем старшим дерзишь, малая? Заканчивай заигрывать со мной Не дорос еще до этого Оу, ну неужели ты не хочешь Услышать мою историю Откуда я знаю русский? Уже не особо горю желанием Это выслушивать Значит, слушай Обещаешь не рассказывать Что я тебе сейчас расскажу? Секреты Держать не умею Но попробовать можно Эй, ты думаешь, что ты делаешь? Это была проверка На твою реакцию И она у тебя очень хорошая Я не поняла Ты мне собираешься Хоть что-то рассказывать? А, знаешь Я уже что-то придумал Тебе что-то рассказывать Значит так Либо ты мне все рассказываешь Либо я тебе отрываю ухо Боже, с кем я связался? Со мной, мой дружок Ухо мое отпусти для начала Я слушаю Все началось с того Что мой отец Переехал в Россию Чтобы получить там работу Там он и встретил свою любовь То есть Мою будущую мать Отец очень полюбил ее И был готов сделать все Чтобы они были вместе И да Его чувства Оказались взаимными Так они встречались Больше пяти лет И потом переехали в Италию Они поженились И у них родился я Я имел Свободно разговаривать На трех языках Но никто не знает По какой причине Я родился И вырос в Италии Но все же Когда мне исполнилось 13 Мы снова переехали в Россию Так же Как и мой отец Я встретил Свою первую любовь Я сходил с ума Когда видел ее Я не знал Что мне делать И как ей признаться В любви Но я все-таки Решился И признался Чувства Оказались взаимными Мы начали встречаться Позже нам пришлось Переехать снова в Италию Это случилось Так незаметно Что я даже не успел Попрощаться со своей любовью Когда мы переехали в Италию Я узнал об измене мамы И моей уже бывшей Больше я не могу тебе рассказать Я... Я даже не знаю Что и сказать Я рассказал тебе Все то Что ты хотела бы знать Диана Ты чего не спишь? О? Хм А что вы тут делаете? Да тем более ночью Развернись, пожалуйста В следующий раз Думай, куда смотришь Извращенец херов Чего? Чего-чего? Говорю, развернись И желательно уши прикрой Тебя учили не выходить В нижнем белье На лесную поляну А вы типа мутите или как? Просто ночь, романтика Вы тут еще одни стоите Да, мы уже давно вместе Нашла кому верить Правда, макаронник? Марко 14 лет Рад нашему знакомству Ты стебешься Или ты серьезно, Марко? Честная Итальянская Ой Ладно, голубки Мне очень жаль Прерывать ваш разговор Но мне нужно Забрать невесту Позвони мне У меня номера твоего нет Дебила кусок Ля, сильно-то ударила На следующий день Девочки Собирайте вещи Мы едем на экскурсию Перерывов на обед не будет На Лондоне Или как он читается Я не знаю Похоже, в кабинку По месяце Еще только Три человека Диан Тебе, наверное, придется Ехать с итальянской группой С итальянцами? Я никуда не собираюсь ехать Вы должны следить за мной И за моим здоровьем Мало ли, что со мной Может там случиться Да Я с тобой соглашусь Но мы должны Соблюдать правила Безопасности Что вы за учитель-то такой Что детей Незнакомым людям Отдаете Это ты Та девочка Которая должна Поехать с нами Да Шарфик Гуччи? Серьезно? Прости Я не поняла тебя Можешь сказать По-английскому? Забудьте Вот и наша кабинка Подъехала Все за мной English or Italian? English English Я заметил, что вы с Марко Очень тесно общаетесь Вы случайно не пара? Это все на английском С чего ты это взял? Ну просто Марко с тобой Периодически флиртует И заигрывая Тут явно есть Подвох Хм Это какой-то Абсурд Хм Взгляни Сама Все Любовь романтика Все Дети Ждем Через 25 минут Спасибо большое, что приглядели за Дианой На следующий день Причина побега от меня Не твоего ума дело До меня тут слухи дошли, что сегодня будет ночная вечеринка Что ж, буду тебя там ждать Какой же баран Ух ты Неужели это наша Соня, которая проспала весь учебный день? Ха-ха Как смешно Так истроумно сказано Я Чего к тебе пришла-то? Спросить хотела Ты знаешь про сегодняшнюю вечеринку? К сожалению Да И собираешься ли ты пойти на нее? Да куда я с вами денусь? Да и тем более там будет макароник Можно постебаться над ним А теперь Извиняй за грубость Но я хотела бы побыть наедине Без проблем Не буду тебе мешать Заходи, если будет скучно Вечером На вечеринке Что-то не так? Тебе нехорошо? Может нам лучше уйти отсюда? Эй, в чем проблема? Тут же весело Почему тебе здесь не нравится? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Боже, я подумала, тебя итальянцы изнасиловали и засунули в мешок Я тут сок принесла Ты меня вообще слушаешь? Ах, конечно, конечно! Сейчас я отойду на минуточку Ну и что там такого интересного, что ты аж с выпученными глазами смотришь? Дай-ка мне тоже посмотреть, а то мне тоже интересно! Вот хамка, да? Да, Диан, дай телефон по-хорошему! Отдам, как только посмотрю! Что там? Хм... Оу, какой незнакомый номер! Ситуация накаляется! Диан, прошу, не читай! Держи, прости, что помешала вы снять отношения с... Твоими бывшими Больше не буду попадаться тебе Ди-Диан, стой! Не делай еще больнее На итальянском Ты чего такая грустная? Что с тобой произошло? Прошу, давай уйдем Мне не очень хорошо Ты можешь мне объяснить, что с тобой случилось? Я в номер Просьба не заходить двое суток О, нет И далеко ли мы собрались, сударь? Куда Анна убежала? Хм... Иди гуляй, мальчик И так много дел натворил Потом после тебя иди расхлебывай И вот угораздило же меня влюбиться в него На следующее утро Проснись и пой, спящая красавица С добрым утром! С добрым? Ты серьезно? Хочешь мне окончательно настроение испортить? Ой-ой Бука-корюка Сегодня не в настроении? Уйди, пожалуйста Дай мне спокойно помереть тут Неужели наша царевна насмеенно влюбилась? Что? Откуда ты узнала? Ты сама ответила на мой вопрос Ну ладно С кем не бывает? Иди обниму Иди в баню Ну ладно Хочешь обрадую? Ну давай Удиви меня Откуда у тебя столько наличными? Тебе наша Фрэкинбок просила передать Говорит о твоей маме Тут около 495 евро 40 тысяч рублей И что? Я их могу потратить? Конечно можешь Но для начала Соберись, тряпка Хватит впадать в депрессию Из-за этого ублюдка Значит так Повторяй за мной Я гордая Мне не нужны мужики Я гордая Мне не нужны мужики Громче Я не слышу Я гордая Я гордая Смелее Я гордая Я гордая Так держать Еще смелее Я гордая Мне никто не нужен Я гордая И мне Не нужны отношения А теперь Марш в гардероб Одевать лучшую Одежду Пусть знает Кого теряет Макароник Херов Моя школа Интернет Ну или В универе Ты безнадежна Спасибо большое Что помогла встать Не маленькая Сама сможешь Хей Макароник Смотри Смотри Какая цация Не упусти шанс Я вас оставлю Клещ Клещ пришел Здесь как-то жарко Не найдется бутылочка воды Конечно Она у меня Где-то была Ой Прости Пожалуйста Я случайно Видимо Бутылка Бракованная Попалась Ты уж извини Ты конечно Еще та Соска Но я тебя Терплю Вот Да Кобель Драный Не будет Нормального Общения Ну вот Нельзя Нормально Начать Адекватное Общение После уроков Мы решили Зайти в Макдональдс Который Находился Неподалеку От нашего Университета Ты выбрала Что ты будешь Заказывать Не Вы уже Придумали Что будете Заказывать Тебе не надоело Вечно ходить За нами Заказ Принят Мне пожалуйста Картошку Фри Пепси Колу И Чизбургер С классическим Соусом А даме То же самое Только побольше Картошку И Подложите Наггетсов Она их любит Конечно С вашей С евро Эй Я не съем Столько Да ладно тебе Знаю Ваше Не съем Оформляйте заказ Конечно Ты хочешь Чтобы у меня Задница Была Огромная Ну да Она бы тебе Не помешала Ты Ничего Не слышала Ты будешь Есть Я могу Просто Другому Отдать Ладно Давай сюда Шантажист Поделишься Со мной Если Будешь Хорошо Себя Вести Ну В общем Спасибо Что накормил До встречи Денег от нас Можешь не ждать Ага Надеюсь Сегодня Еще Встретимся Боже И на кого Я только Деньги Потратил На следующий День В школе Диана Слушаю вас На английском Опять Ты Во благах Летаешь Ты Вообще Меня Слушала За урок Ты получаешь Оценку Два Класс Прошу Прощения Можно Выйти Конечно Иди Господи Маньяк Прям Какой Это Эй Стой Нет Уходи Или я буду Кричать Помогите На меня Напал Маньяк Ты Сумасшедшая Это Кто Из нас Тут Сумасшедший Ну По большей Часть Это Ты Кстати Я давно Хотел Тебе Сказать Не Хочешь Ли Поиграть В Правду Или Действия После Школы У Меня Есть Более Важные Дела Чем Ваши Игры Думаю Что Означает Да И Ты Согласна Что Ж Буду Ждать После Школы Руки Вверх Это Ограбление Ты Это В Следующий Раз Дверь Закрывай А то Мало ли Это Буду Уже Не Я Но Как Ты Нашел Мою Комнату Друзья Твои Сказали Ну И Зачем Ты Сюда Приперся Хм Я Конечно Ни На Что Не Намекаю Но Попробовать Всегда Стоит Ты Совсем Что Лечокнутый Ну Разве Что Чуть Чуть Ладно Больно Нужна Ты Мне Где Здесь Бежавшая Раковина Для Чего Она Тебе Не Знаешь Ты Совсем Веселье Прямо По Коридору И Направо Спасибо Скоро Буду Смотри И И Причем Тут Веселье Тихо Это Родители Звонят Фух Хм Да Привет Мам Чего Звонишь Да Я вот Волнуюсь За тебя Как Ты Со мной Все Отлично А у Вас Как Начинает Станово Что У тебя Там За Стоны Да Это Мы С 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 Нет Нет Мама Это Феечки Винкс Не Правда Ли С С Да Конечно Пипец У Сони Сломался Голос Что Ли Да Она Просто Немного Приболела Ну Ладно Мам Нам Пора Ити Пока Пока Люблю Тебя Мне Мне Не Жить Да Я Тебя Живьем Урою Да Я Тебя По Частям Разрежу Боже Что Я Делаю Ну Так Что Мое Предложение Еще В силе Думаю Да Отлично Тогда Буду Ждать Вас Моей Группой У Места Встречи Чуть Позже После Осознавания Ситуации Которая Произошла Я Решила Пригласить Соню И Иру Поиграть Правду Или Действие С Итальянской Группой Кто Будет Начинать Давайте Я Начну Абели Правда Или Действие Абели Блин Я Не Знаю Действие Обними Того Кто Здесь Нравится Больше Всего Это Если Что Они На Английском Без Проблем Диана Правда Или Действие Пойду На Отчаянный Шаг И Выберу Действие Поцелуй Валентину Желательно В губы Я С Адекватным Сексуальным Предпочтением Не Буду Ее Целовать Мало Ли Заразная Это Я Заразная А Ты Что Здоровая Что Ли Нахалка Как Видишь Вполне Так Девочки Не Ссоримся По Очереди Вставаем Тем Более Это Игра И Мы Веселимся А Продолжение следует 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 Мне блевать тянет Только от тебя Поэтому Скройся Из моих глаз Или заменишь Мне сортир И что Раз война Так война Диан Постой Я тобой Поражена Приготовьте Двойные Листочки Будет Подготовка К экзамену А пока Я за Листками С экзаменом Если Ты думаешь Что я тебе Буду Помогать То ты Глупоко Ошибаешься Ты Не Права Ибо Помогать Тебе Буду Я Я Не Нуждаюсь Твоей Помощи Вот Увидишь Сама Жи Попросишь О ней Ты Что Творишь Придурок Начинаем Домогаться Господи Диана Что У вас Там Творится Этот Сукин Сын Домогается До Меня Как Неприлично Вон С Класса Да Черт Возьми Как Же Вы Меня Все Заколебали Постой Что Что Тебе У тебя Кровь Оу Черт Тебе Чего Слежу За тобой Ты Ты Явно Плох В этом Деле А ты Явно Плоха В биологии Нельзя Остановить Кровь Мокрой Салфеткой Лучше Возьми Сухую Офигеть Сам Марко Заботится Обо мне Хм Что-то Новенькое По-моему У тебя Проблемы Со Зрением Да Что Ты Говоришь Между Нами Вражда И Ничего Большего Я думаю Дальше Ты Справишься Сама Эй Где Ты Пропадала Да У меня Нос Кровоточил Поэтому Я Пошла В туалет За Салфеткой Оу Слушай У нас Соник Тебе Интересное Предложение И Какое Же Мы хотим Устроить Вечеринку Где Будут Одни Девочки Посплетничаем Отдохнем Девочки Я Всегда Только За Отпусти Отпусти Меня Что За Привычка Такая Людей За Руки Вечно Хватать Слышь Еще Раз Тронешь Врежу Что Тебе Надо От Меня Говоришь Если Трону Еще Раз Ударишь Я Хочу Проверить Ты Че Себе Позволяешь Да Ладно Я же Вижу Что Тебе Понравилось Совсем Слепой Упс Простите Не Вовремя Что Смешного Придурок Да Нет Уже Ничего Думаешь Раз Такой Крутой То Тебе Все Можно Можно Ты Мне Кстати Так И Не Врезала Ах Да Точно Ты Дура Что Ли Я Тебе Предупреждала Сейчас Еще Вырвать Волосы Будут Себе Господи Что Я Наделал Ничего Просто Оттолкнул Девушку Прости Прости Я Не Рассчитал Силу Че Смотришь Беги За Медсестрой Господи Идиот Минуту Черт Прости Меня Оу Прости Не хотела Напугать Тебя Ах да Это Затвоение Рассчитал Силы Напомни Как будет Прощай На Итальянском Адео Взаимно Прощай Медсестры Нигде Не было Стоп А куда Она пропала Да он Спрятал Труп Сбежала Куда Ее Еще Пропадать На Следующей Перемене Эй У тебя Какие Проблемы Нет Они Должны Быть Я Просто Хотел Спросить Откуда У тебя Фингал Под Глазом О чем Ты У меня Нет Никакого Фингала Ошибаешься Есть Марка Отпусти Его Да Ты Его Убьешь Срочно Беги За Взрослыми Я Попробую Их Разнять Да Какая Муха Тебя Укусила Пять Минут Спустя Я Не Могу Тут Больше Стоять Обожаю Свою Насыщенную Жизнь Спустя Тридцать Минут Соня Это Ты Не Ваш Принц Который Спасет Вас От Депрессии Ближе К теме Что тебе Снова От Меня Нужно У Тебя Не Найдется Бутылочка Воды К Сожалению Уже Нет Все На Тебя Потратила А Можно Мне Присесть Устал Стоять Просто Конечно же Нет Спасибо Что Одобрила Извращенец Вправду Говорили Извращенец Не Понял Ты Только Что Назвала Меня Извращенцем Да Именно Так И Назвала А Тебе Что То Удивляет Хочешь Увидеть Во Мне Настоящего Извращенца Нет Не Трогай Меня Я Каюсь Ой Нет Только Не Говори Что Обиделся Пытается Сдержать Смех Вышел Вон Из Комнаты Ну Почему Причина Вон Он Так Быстро Сдался Не Смогу Поверить Что Я Это Сделаю Один Два Три Марко О Ты Уже Передумала Мы Так Мало Знакомы Но Я Знаю Тебя Как Причитанную Книгу Да Пошел Ты Знает Он Меня Ну Как Скажешь Ночью Час Тридцать Пять Девочки Может Раз Закажем Что Нибудь Конечно Уже Давно Пора Может Быть Какой Нибудь Фильм Посмотрим Я Предлагаю Посмотреть Ужастик Нам Стоит Развеяться А Мелодрамы Нам Не Помогут Заказ Приняли Сказали Что Доставят Через Пятнадцать Тридцать Минут Вы Уже Определились С Просмотром Фильма Да Ужастик Звонок В дверь Кого Могло Принести В столь Поздний Час Кто Там Эй Открывайте Дверь Это Мы Ну Кто Там Животным Вход Запрещен Ты же Знаешь Что Я Тебе Больше Не Дам Списать В Последний Раз Когда Я У Тебя Списывала Мне Поставили Два Ребят Вообще То Тут Очень Прохладно Ну Вот И Валите Вас Никто Не Держит Ой Побежали Аж Ветер Поднялся Я Не Открою Вам Дверь Можете Там Стоять Сколько Захотите Звучит Как Вызов Челлендж Не Сдохни За Дверью И Мы Принимаем Его Они Что Действительно Там Просто Я А как же Пить Там Я Не знаю Что Там Мне Заказали Конечно Нет Ставлю На То Что Через Две Минуты Каждый Из них Будет Уже Спать В Своей Кроватке Так Хватит О них У Нас Есть Дела Поважнее У Нас Тоже Есть Важные Дела Лайфхаки Как Стать Феечкой Трум Трум Смотреть Будете Не Издевайся У Меня Уже Получилось Придурки Включите Фильм На Полную Громкость Заиграла Устрашающая Мелодия Начался Фильм Сначала Было Не Страшно Но Потом Мелодия Заиграла Громче О Оно Врубайте Это Нахрен Что У вас Там Происходит Откройте Эту Чертовую Дверь С вами Все В порядке Успокойтесь Это Всего Лишь Ужастик Ужастики Они Собрались Смотреть Для Ужастика Вам Нужны Сильные И Смелые Мужчины Кстати Передайте Спасибо Доставщику Было Очень Вкусно Что Как Где Наш Заказ Через Рот Ну Так Может Закажем Еще Это Бессмысленно Они Ненасытные Снова Все Сожрут Честно Я бы Не Отказался От Второй Порции Мы Рыцари Сильные И Отважные Спасем Наших Принцесс Сонь Подыграй Мне Эй Диана Ты Не Голодна Нет Нет У меня Есть Чем Полакомиться О Чем Ты Марка Тебе Бы Стоило Волноваться Эй С Вами Еще Кто То Да Он Темный У него Отличные Губики Мать Вашу Что Там Происходит Типа Выломал Дверь Где Этот Хренов Проститут Шоколадку Будешь О Ком Вы Говорили Какие Такие Кубики Не Понял Она Имеет Ввиду Будешь Литый Темный Шоколад Который Рельефом В плитке Разделен На Кубики Так Легче Кушать Нельзя Было Предупредить Что Вы О Шоколадке А Ты Ревновал Не Нога Просто Чесалась Решил Дверью Почесать Дверь Конечно Жалко Но Теперь Вы Не Сможете Запереться Черт Вы Понимаете Что За Дверь Платить Буду Я С Дверью Мы Сами Справимся С Дверью Мы Сами Справимся Много Говоришь В Этом Доме Еще Наши Внуки Топать Будут А Мы Уже Старенькие Такие Будем Им Рассказывать Историю О Великой Двери Это Конечно Очень Романтично Возможно Эта История Будет Рассказана И Моими Внуками Но Я Очень Устал Поэтому Пойдемте Домой Стоять Думаешь Уйти Безнаказанным У нас Сегодня День Экстремалов Поэтому Марш В окно Пройдемте Со мной Дамы Марко Не задерживай Очередь Божье Наказание Долго Смотреть Будем Глаза Выпучив Берите Пример Смарка Спрыгнул Как Миленький Бегом Чтобы Духа Тут Вашего Не Видела Должок Про Дверь Не Забывайте Я Думаю Уже Поздно Нужно Идти Спать Согласна Ну Что ж Тогда Всем Спокойной Ночи До Завтра Боже До Звонка Будинника Осталось Два Часа И Как После Такого Заснуть Черт Я Совсем Забыла О Ребятах Как Много Сообщений Они Наверное Волнуются Ведь Я Им не Отвечала Долгое Время Читает Переписку В чате Вот Сплетники Сейчас Я Им Устрою Звонит По Видео Чату Ого Диана Мы Волновали За Тебя Солдаты Равняйся Товарищ Командир Где Вы Пропадали В чужих Землях Простите Не Успевала Заходить В чат Алекс Нам Все Мозги Промыл Мол Пропало Украли Ты Ты же знаешь Я Не Оптимист Скажи У тебя Там Есть Холостой Англичанин Не Знал Что Ты Тоже Хочешь Смазливого Англичанина А Ведь Они Романтичны И Преданные Да Так У тебя Тоже Хахаль Появился Эй У тебя Там Еще Кто То Я Я слышал Мужской Голос Кто Это Застегни Рубашку Придурок Мы Вам Не Мешаем Заткни Ступица С Кем Ты Разговариваешь Ребята Познакомьтесь Это Марка Он Из Италии Марка Знакомься Марк Алекс И Аня Ну Ты Хотя Б Предупредила А то Приближаюсь Я К 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 Стоп Он Сказал Гилфренд Что Означает Девушка Что С Ней Происходит Господи Он Понимает Русский Язык Ну Есть Чуть Чуть А Кто Он Тебе Этот Красавчик Просто Знакомый И Одноклассник Марка Изучая Лицер Ребят На экране Задавала Некоторые Вопросы На русском И Английском Оказывается И твои друзья Знают о тебе Больше Чем Я В Каком Смысле А Разве Ты Мне Рассказывала О том Как Ты Прыгнула В окно Второго Этажа Чтобы Пропустить Урок Это Должно Остаться В тайне Я Не хочу Показываться Ревнивым Козлом Но Макс Мне Не Понравился Вряд ли Он Является Тем Кого Надо Ревновать Тем Более Он Добрый Просто Не Всегда Открыт А Аня Я Правильно Сказал Почти Но Слишком Мягкая Эн Почему Ты Так Заинтересовался Звонок Будильника Черт Может Не Пойдем В школу Нам Нужно В нее Идти Хотим Мы Этого Или Нет Ты Хочешь В школу Только Честно А Кто В нее Хочет Тем Более Летом Слушай Подожди Тут Минуту Никуда Не Выходи Пусть В этот Раз Обойдется Без Головокружительных Сюжетов Дочь Хаоса Ты Меня Скоро Доведешь Что Опять Натворила Ой Сама Невинность Теща Еще Не Звонила Кто Твоя Мать Говорю Не Звонила Нет С Чего Ей Звонить Звонок Мама Что То Случилось Здравствуйте Миссис Моя Будущая Теща Марко Дорогой Я Решила Что Ты Очень Усердно Учишься И Тебе Не Хватает Свободы От Школы Поэтому Я Разрешаю Провести Этот День С Друзьями С 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 Все Дорогая Не Буду Мешать Повеселитесь Как Надо Возьмите С 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 Подожди Но Для Чего Ты же Не Думала Что Мы Проведем Этот День С С С С Дома И И Играю В Веселые Настольные Игры Как В Старых Фильмах С С С Позови Девочек Помоги С С С Выезжаем Через 30 Минут Да И Не Забудьте Купальники Этот День Будет Очень Насыщенным Да Что Мать Ваш Тут Происходит С С Просто Выбери Пару Нарядов И Погнали Хорошо Ох, неужели ты уезжаешь возрастной в Россию? Как жаль! Тараканы здесь размножились. Я решила оставить тут пару ароматизаторов, дабы эти жучки погибли. Но ты, как королева этих маленьких тварей, можешь отвезти в свое племя и дать мне пройти. О, господи, ну ты меня и сделала. Просто не хочу сильно обидеть, а то вдруг пошчу наведешь. Вот и славненько. Не скучай, я скоро вернусь. Это типа автобуса. Итак, девочки. И мальчики. Наш путь будет составлять около двух часов. Также по пути мы заедем ненадолго в бутики. Я надеюсь, вы взяли купальники? Черт, я со своей-то удачей точно нет. Нам надо было брать купальники? Кто едет на пляж без купальника? Купальник? Господи, купальник, меня даже предупредили. Успокойтесь, мы все равно по пути заедем в бутик. Дорога оказалась бесконечной, и наконец-то спустя полчаса мы прибыли в небольшой торговый центр. Можешь выбрать между индиго и ломатин, мальвой и муреной? Мурен, что? Ты сейчас порчу норовели... Что? Мне твои же матины и ольдивои не нужны. Обычно оранжевый, знаешь такой цвет? Секунду, стой здесь. Я думаю, что фельдграу или фанданго мне к лицу. Не, ну вы сговорились? Какой цвет тебе по душе? Крайний сперва, выглядит симпатичненько. Беги скорее, примеряй. Мы берем, не глядя. Диан, я не нашла подходящего тебе цвета. Уже поздно. Диана, этот купальник за мой счет. Нет, нет, не стоит, у меня есть свои деньги. Нет, не стоит, у меня есть свои деньги. Нет, не стоит, у меня есть свои деньги. Переодевайся и на кассу. Не могу поверить, что мы вышли оттуда. Час спустя мы подъехали к нашему месту назначения, место было потрясающим. Красиво, не правда ли? Впервые я тебя такую вижу. В смысле, такую? В купальнике? В купальнике? Очень остроумно. Погоди-ка, тебе ничего не напоминает это место? Я не помню, что вчера было. Неужели ты серьезно не узнаешь? Диана, а где все остальные? Купаются все, что вам еще делать? Не забывай, что мы через два дня уезжаем в Россию. Ну, может, как-то можно перенести вылет? Глупенькая, у нас уже оплачен вылет на 14 число. Я даю вам еще два часа, и мы уезжаем обратно в универ. Господи, точно, это тоже место. А, да. Столько времени прошло, а кажется, будто вчера было. Раз у нас осталось столь мало времени... Предлагаю провести его с пользой и кучей эмоций. И что ты предлагаешь? Как насчет, чтобы поиграть в карты на раздевание? Да, мы можете присаживаться. Предлагаю сыграть в карты на раздевание. Как вам идейка? А у тебя есть карты? Я не был бы Марка, если бы не носил с собой карты. У тебя больше одежды, чем у нас. Это несправедливо. Могу раздеться, раз твоя душа так пожелает. Довольна теперь? Еще как. Что ж, тогда приступим. Диана, ты проиграла. Снимай верхнюю часть купальника. Ребят, собирайтесь, нам пора уезжать. Ты вовремя просто. Боги услышали мою полюбу в пощаде. Даю вам 15 минут, чтобы собраться. Жду вас. Эх, Марка, видимо, не сегодня. На следующий день в школе. Эй, Марка, не хочешь сегодня сходить просить уточек у озера? Что? Звучит очень интригующе. Но я занят сегодня. Занят? Но чем? Что с ним сегодня? Марка, стой, почему ты лжешь мне? Что с тобой случилось сегодня? Не приближайся ко мне больше. Слышишь? Не приближайся. Я не хочу делать еще больнее. Диана, а ты чего одна? Я думала, что опять тут с Маркой отношения выясняете. Тебе чего надо? Такое настроение и за Марку? Хорошо, я поняла тебя. Не буду нагнетать. Дома. Диана, завтра утром мы должны быть уже на автобусной остановке. Советую заранее собрать чемоданы. Но вы же говорили, что у нас еще два дня. Мы целый день проведем в аэропорту и в полете. Собирайся. На следующее утро. Диана, я надеюсь, что ты уже все собрала. Ждем тебя на улице. О, черт, черт, черт. На автобусной остановке. Марко, нет! Ты совсем сумасшедшая, что ли? Ты хоть думаешь, что ты делаешь? Я... Я не успела спросить у него номер телефона. Ну, ничего страшного. Мы еще встретимся в аэропорту, верно? Диана, не переживай, вы еще успеете встретиться. Через 20 минут подъехал наш автобус и довез до аэропорта. Может быть, тебе стоит отдохнуть и недолго поспать? Нет, я должна найти Марко. Долго стоять будете? Диана, пойми, нужно уметь со всеми проща. Ни слова больше. Не хочу больше ничего слышать. Если я хочу найти, я найду его. Можете спокойно идти, отдыхать и ходить по дьюти-фри. Положитесь на меня, я проверенная няня. Что ж, тогда встречаемся здесь до вылета еще два часа. Эй, отпустите меня! Марко? Нет, блин, конь в пальто. Одно и то же самое, что... Козел! Как можно быть таким лицемером? Тебя Диана везде ищет! Для какой нужды ты мне это протягиваешь? Просто возьми и передай это Диане, как только прилетите. Хм, объявляют посадку на рейс. Буду скучать по вам, пельменники. Через час объявили и нашу посадку на рейс. Затем, еще через час, мы сели в самолет. Полет казался ужасно долгим, я пыталась держать слезы, но это иногда не получалось. Через несколько часов мы прилетели в нашу страну. В аэропорту. Совсем забыла, тебе просили передать это письмо. От кого это? От очень дорогого тебе человека. Итак, Диана, за тобой приедет мама через 15 минут. Соня, ты едешь с мамой Дианы. Через 15 минут нас забрала моя мама. Девочки, я приготовила вам обед. Жду вас через 10 минут. Спасибо, мам, но я не голодна. Почему она такая грубая? Путь был долгим, она просто очень устала. Нет, она просто научилась у итальянцев как быть грубым. Без смс-регистрации. Детка, успокойся, еще не вечер? Ты не могла бы оставить одну? Ладно, приходи на обед. Весь день я пролежала на кровати. Я чувствовала важность и невыносимую слабость. В голове вертелись мысли о прошедшем прошлом. В итоге я уснула под утро. Диана, проснись и пой. Пора вставать. О, солнце, я тебя разбудила? Ну да. Доброе утро, мама. А где мой телефон? А, вот, держи. Не этот мой. А этот теперь будет твоим. Тот тебе не нужен. Но, мам, там же мои воспоминания. И что? Жду тебя на завтраке. Соня, ну почему ты не дома? Я решила остаться у тебя еще на один день. Я, кстати, тебе принесла печенье. Соня, спасибо, но я не хочу. Ты не смотрела, что написано в том письме, которое тебе дала Ира? Черт, я совсем про него забыла! Эм... Что? Господи, тут ничего не понятно. Что это могло бы значить? Что? Девочки, идите завтракать. Думаю, мы сможем это разгадать. Послезавтрака Соня решила встретиться с нашими старыми друзьями. Ну, что, вернулась англичанка? Ник? Тот самый. Не скучала? А что случилось? Что англичаночка домой вернулась? Самому несложно догадаться. Ник, уйди. Ты мне неприятен. Ха, уже бегу! Всю дорогу, друзья, обсуждали меня и мою поездку. Я хотела поскорее пойти домой, но что-то меня держало. Не думала, что вы так изменитесь, Ник и Аня. Спасибо, Соня, чудесно погуляли. И правда, с нашей стороны мы поступили очень низко. Пусть катится истеричка. Да. Я не спеша направилась к дому, вспоминая моменты из Англии. Милая, ты уже вернулась? Как погуляла? Великолепно погуляла. Совсем забыла, завтра мы с твоим отцом уезжаем на дачу. Хорошо, мам, без проблем. Хорошо, мам. Главное, дома не разнеси с подругами. Если бы они еще были... Что ты сказала? Говорю, хорошей поездки. Спасибо. Все, мы поехали. Что ж, приступим. Еще бы найти телефон, который забрала мама. Но это нереально. Каролина? Не рада видеть. Ты что тут забыла? И чего ты обо мне вспомнила? Мама твоя попросила остаться с тобой на два дня. Это бред. У тебя подруга Серафима. И че? Эм, ну, заходи. Черт, нужно от нее избавиться. И как можно быстрее. Каролина, хочешь примерить красивые вещи? Разумеется. Где они? Пойдем в гардеробную. Вот, выбирай, что хочешь. Я быстро одела куртку, взяла деньги и направилась к нужному мне месту. Англичанку не учили закрывать двери? Походу. Это че? Диана? Оу, мамочки, пардон. О, господи. Эм, я это, ошибся. Пошел вон. Диана, что это за придурок кучерявый? Не поняла. Где она? Слышь, кучерявый, где Диана? Вообще-то я Ник. А ты кто такая? Коза волнистая. Что ты только что сказал? Повтори-ка. Похоже, у тебя плохо со слухом. Я тебя не попугай. Я Каролина. И куда твоя подруга подевалась? Откуда мне знать? Я понятия не имею. Ну, тогда, может, пойдем в кафе? Это что, свидание? Нет, пойдем уже, волнистая. Бред, я даже не знаю, в каком городе живет Марко. Нужно дождаться приезда родителей. Тогда и обсудим. Блеск. Теперь и они общаются. Диана, срочно открывай дверь. Соня, ты же знаешь, открыто. Диана, ты будешь в шоке. Я разгадала, что написано в письме. Не может быть. Но как ты это разгадала? Посмотри на русскую клавиатуру. Каждая английская буква находится там, где и русская. В общем, долго и сложно объяснять. Лучше посмотри. Привет. Надеюсь, тебе отдали это письмо. Я живу в городе Крема. Буду тебя ждать. Люблю Марку. Господи, Соня, ты лучшая. Я никогда бы не догадалась. Может быть, останешься у меня на ночевку? Конечно. Только надо позвонить родителям. Так и прошел вечер. Но мама зачем-то решила вернуться раньше обещанного. Соня, Диана, а где Каролина? Почему она не с тобой? Ах, у Каролины просто появились неотложные дела. Ма, хотела бы спросить. Мы же еще поедем в Италию? Дочь, давай завтра с утра поговорим. Я очень устала. Черт, остается надеяться только на завтрашнее утро. На следующее утро. Утро доброе. Ну так что? Ты уже подумала? Почему ты так хочешь поехать в Италию? У тебя там друзья? Нет, нет, никаких друзей. Просто срочно нужны новые вещи. Ма, ну пожалуйста, я больше не буду просить новый телефон. Ты сначала подумай, в какой город ты хочешь поехать. В Крему хочу. Ма, там очень мило, я уже посмотрела. В эту деревню? У нее даже там аутлетов нет. Это значит, да? Мы можем полететь туда уже через неделю? Я подумаю. И полететь мы сможем туда только через месяц. Хорошо, мамочка. Как скажешь. Люблю тебя. Так и проходил каждый день. Мама все-таки купила путевки в Италию. Через месяц мы должны были уже быть там, в аэропорту. В Креме. Что за листочек ты с собой всегда носишь? А, это просто список одежды, которую надо купить. Может ты поищешь тут магазины, а я прогуляюсь по городу? Хорошо, только держи при собой телефон и отвечай на звонки. Конечно, удачных поисков. Приехала? Приехала? Неужели? Марко, я не могу поверить. Давно не виделись, пельменица. Боже, Марко, как же я по тебе скучала. Конец. Вот и конец сериала. Я очень рада, что сериал закончился. Нет, я не говорю, что сериал очень скучный. На самом-то деле, я уже смотрела этот сериал. Но потом, после просмотра, когда все серии вышли, я его хотела озвучить, но потом я типа подумала, типа я его уже посмотрела и мне будет скучно. И я все-таки, мой голос, мои руки, мои ноги, мое тело, голова, мозг, которого нет, дотянули все-таки до этого сериала, и я решила вот озвучить. И мое желание сейчас только одно, пожрать. Все, что я хочу, жрать. Господи, дайте мне чипсы, дайте мне сил. О, боже мой, я очень рада. Нет, вообще сериал классный, ну именно те, кто смотрит его впервые. Те, кто пересматривает, конечно, ну я, у меня такого нет, нет такого прям чувства такого, ух ты, круто. Да. Ну, наконец-то сериал закончен. Кому понравилось, пишите в комментариях, мне будет интересно, кто не смотрел данный сериал.